Покрасим вот эти брусья, здесь еще одни поставим. Здесь вот справа от меня будут стоять каскад турников, то есть это турники на разном уровне. Вот рукоход рядышком, мы его восстановим, то есть скорее всего мы это демонтируем, выпрямим. А еще по плану сделать в сквере мира скамейки, чтобы благовещенцы могли отдохнуть. Культурно, а не так, как здесь привыкли. Новые турники появятся здесь к середине июня. На 14 число активисты наметили открытие первой в этом году спортивной площадки. Люди очень отзывчивые. Мы 10 мая здесь делали и, во-первых, они не понимают. Они ходят и спрашивают, а вы от кого? И называют фамилии, вы от того? Нет. Или вы вот от этой партии? Нет. А вы от кого? Пройдут, пройдут, пройдут. Нет, ну вы от кого? Да не от кого мы сами, мы сами по себе. Дело в том, что если мы не сделаем, кто сделает? Участники инициативной группы уверены в своих силах, потому что в прошлом году им при помощи горожан уже удалось реализовать подобный проект. Буквально за месяц на площади ОКЦ появилась новая спортплощадка. Здесь провели дальневосточный фестиваль здорового образа жизни «Воркаут-фест». И теперь ежедневно на этой площадке проводятся тренировки. Постоянно занимаются около 100 человек. У нас в городе мало довольно таких площадок, где можно хорошо позаниматься специализированным. И многим просто, например, из микрорайона или из других окраин очень далеко, да и неудобно добираться. И поэтому решили их разбросать по городу, чтобы было проще людям. В площадке в этом году должны появиться в 8 районах города, в том числе в сквере Мира, Белогорье, Маховой Паде, районе Тайваня, спичфабрики, плодопитомника, а также у 22-й школы и в районе Ленина-Лозо. На площадках появятся турники. Заниматься смогут как взрослые, так и дети. Чтобы реализовать проект, нужно около миллиона рублей. Каждый может участвовать в проекте лопатой, идеей, репостом по социальным сетям, взаимодействием со средствами массовой информации, рублем, стройматериалами. То есть может даже так получиться, что и совсем денег не понадобится. Сейчас для строительства новых площадок требуется электрический генератор, краска, пескогравий, бетон и другие стройматериалы. Помочь может каждый. Подробные информации о проекте есть в социальных сетях и на сайте Амур-Инфо. Связаться с координаторами парка мира можно и по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах.